Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы приготовим с вами грибную запеканку. Можно сделать ее в двух вариантах. Можно готовить грибную запеканку с подстилкой из теста, а можно без основы в виде теста. Я сегодня буду готовить с основой из теста. Тесто можно купить готовое, как сделала я. Это обычное песочное тесто, подсоленное. То есть оно для приготовления блюд, которые содержат соль, не для сладких блюд. Вот я вытащила из пакета. Здесь два таких рулончика. Этот рулончик я возьму для приготовления моей грибной запеканки. Но такое тесто очень просто сделать самому. И для тех, кто хочет сделать сам, я скажу вам простейший рецепт такого теста. Вы берете пол баночки сметаны, можно низкокалорийной, можно заменить ее на пол баночки простокваши. Пол баночки это 100 грамм. Потом вы берете полтора стакана муки, берете пол пачки разрыхлителя и 100 грамм растапливаете масло. Кто не хочет масла, может маргарин. И все это вы просто смешиваете, делаете однородную массу и кладете минимум на час в холодильник, чтобы оно укрепилось, закрепилось, остыло. И все, можете его раскатывать. Простейшее тесто. Итак, кроме теста нам понадобится грибы. Можно одну, можно и две корзиночки с грибами. Можно взять баночку нарезанных консервированных шампиньонов. Тоже годится. Можно взять любые другие грибы, не имеет значения. Нам понадобится или одна большая луковица, или две небольших. Здесь довольно большая луковица. Нам понадобится сметана. Я беру девятипроцентную, можете взять жирную. Нам понадобится тертый сыр. Я покупаю вот такой готовый тертый сыр Эмек. Это мой любимый, но можно взять совершенно любой другой сыр. И можно взять кусок сыра и натереть, не имеет значения. Вам понадобится или сухой грибной порошок, или вот такие кубики грибного супа. У меня в данном случае кубики грибного супа. Понадобится один такой кубик или одна столовая ложка грибного порошка. Кстати, это не обязательно. И если вы берете такой кубик или грибной порошок, то солить запеканку не надо. Если же нет, тогда запеканку надо солить. Вам понадобится черный перец. Мы будем сейчас готовить начинку для нашей запеканки. Первое, что я делаю, это выливаю на сковородку не очень много. Тут где-то полторы столовые ложки, две, даже меньше. Выливаю на сковородку растительное масло. Сковородку нагреваю. И я эту луковицу большую измельчила. И сейчас я буду обжаривать лук. Не обязательно его измельчать очень мелко. Даже могут быть и крупные куски, ничего страшного. Первое, это мы слегка обжарим лук. Лук чуть-чуть обжарился. И мы добавим сейчас грибы. Грибы я нарезала. И продолжаем жарить грибы вместе с луком. Я не должна доводить грибы до готовности. Достаточно их слегка обжарить несколько минут. Потому что они будут доходить уже в духовке вместе с запеканкой. Видите, грибы у меня уже довольно сильно обжарились. Они очень сократились в объеме. И теперь я буду добавлять суповой порошок грибной. Или столовую ложку порошка. Или вот такой кубичек. Измельчить. И тогда можно не солить. Потому что там много соли. Немножко надо поперчить. И теперь мы сюда добавим сметану. Я добавляю целую баночку сметаны. Это 200 грамм. И сметану я добавляю низкокалорийную. Но это, разумеется, дело вкуса. Вместо сметаны можно приготовить соус бешамель. Но я стараюсь сделать то, что проще. Как-нибудь я приготовлю вам и соус бешамель, чтобы показать, что это такое. Но очень вкусно и просто положить, если сметану. Ну вот, наша начиночка и готова. Я взяла форму. Это форма примерно 20 на 30 сантиметров. Как раз подходящая по размеру. Я выложила туда свое тесто. Если вы его сделали сами. Рецепт на тесто, которое можно сделать самим, я помещу под видео. Вы сможете увидеть очень-очень простое тесто. Раскатать его. И толщиной не больше, чем полсантиметра. И выложить дно этой формы. Не обязательно выкладывать бока. У меня получились бортики только потому, что такой был размер у рулона с тестом. Это не обязательно. И теперь, когда я выложила форму, я слегка смазала. Хотя тесто, оно содержит жир. Но все-таки я смазала. Кстати говоря, эту запеканку можно делать и без этого слоя теста. Но на этот раз я делаю с тестом. И сейчас я сюда выложу свою начинку. Я выложила начинку. И теперь сверху я посыплю натертым обычным сыром эту запеканку. Ну вот и все. Бортики я загнула, просто чтобы не сгорели. В общем-то, лучше даже и без них, я считаю. И теперь эта запеканка у меня идет в заранее нагретую духовку. Духовку нагреваю до 180, максимум 200 градусов. И буду печь 30, может быть, максимум 40 минут. Надо просто смотреть. Можно поставить таймер на 30 минут, а там посмотреть готово. Значит, вытаскиваете. Видите, что надо еще чуть, даете еще чуть-чуть. И так я ставлю в духовку. И вот наша грибная запеканка уже готова. Она у меня пеклась чуть больше 30 минут. И вот посмотрим, что из этого получилось. Вот он результат. Запах грибной запеканки кружит мне голову. Просто я не могу. Сейчас, наверное, съем этот кусочек. Всем нам приятного аппетита!